Александра Васильева, основатель группы компании Right Start Business Management. Времени у нас не очень много, поэтому будем в таком бойком темпе. Итак, резидентство, счета, открытие компании, переезд. В двух словах, опять же, чтобы Евгений уже вас представил, почему Дубай, какие преимущества сейчас есть у Дубая, почему люди не просто покупают недвижимость, а решают задачи в комплексе. Ну, во-первых, начну с того, что буквально в трех словах расскажу о себе и нашей компании, да, почему нам стоит доверять. Мы уже 10 лет находимся на рынке Арабских Эмиратов и уже открыли несколько сотен компаний от малого, среднего до очень крупного бизнеса. И у нас обслуживаются даже знаменитости, есть клиенты из списка Forbes, нам доверяют первые лица крупнейших компаний, выбирают именно нас для открытия. И в нашей компании команда профессиональных юристов, все русскоговорящие, то есть совершенно никаких нет сложностей с тем, чтобы разобраться во всех тонкостях и нюансах. И мы всегда очень рады подсказать, ответить на любой вопрос. И на самом деле сейчас тренд Арабских Эмиратов становится все популярнее и популярнее. И тому есть немало причин. Во-первых, и, пожалуй, в главных, если мы говорим о бизнесе, не все знают, но в Арабских Эмиратах нет налогов. Да-да, именно так. Здесь всего лишь есть НДС в размере 5% и то, который оплачивается не всеми предпринимателями, а лишь те компании оплачивают НДС, чей оборот превышает 100 тысяч долларов, и кто осуществляет услуги или продает товары именно на местный локальный рынок Арабских Эмиратов. Если же у вас бизнес работает именно на внешний рынок, например, вы оказываете какие-то услуги, консалтинг, и ваши клиенты находятся, например, в России, в Америке, в других странах, то вы не оплачиваете налоги от слова совсем. Соответственно, это является таким очень привлекательным фактором, и сюда приезжают предприниматели со всех уголков мира именно по этой причине. Второй очень важный фактор, на самом деле, здесь сейчас проживает уже около 300 тысяч русскоговорящих людей, и для того, чтобы сюда переехать, необязательно знать арабский язык и даже английский язык, если вы знаете на достаточно скромном уровне, на первое время этого будет достаточно, потому что практически в каждой индустрии, в любом отделении банка, в любой больнице, везде вы найдете русскоговорящий персонал, поэтому это тоже не должно смущать и пугать. На самом деле, Эмираты сейчас стали действительно трендом, здесь открываются филиалы и представительства самых крупнейших в мире компаний, каждый день практически проходят саммиты, конференции, международные форумы, на которых принимаются решения о сотрудничестве, партнерстве, и здесь очень легко привлечь инвестиции для разных проектов, как от государства, так и от частных инвесторов, так и от инвестиционных фондов. И государство очень большое значение уделяет именно развитием технологий, IT-компаний и сфере как раз-таки подобной. То есть, если у вас какой-то есть стартап, какой-то проект, то это самое время, самое место для того, чтобы переезжать сюда и пробовать свои силы в Арабских Эмиратах. Вектор развития страны направлен именно сейчас на то, что не просто, чтобы привлечь сюда людей, чтобы они, допустим, приобрели недвижимость, открыли компанию и все, нет, а на то, чтобы люди здесь жили очень много лет и комфортно. Раньше так не было. Но сейчас это страна экспатов. Даже выходные дни сейчас перенесли с пятницы с субботы, как было раньше, на европейский стандарт суббота-воскресенье. Разрешили жить неженатым парам. Раньше этого не было. И много других мер принимается именно для того, чтобы люди не смущались, не чувствовали некого дискомфорта и страха попасть в новую неизвестную культурную среду. Государство все делает для этого. И у Эмиратов очень открытая политика лояльности к разным культурам, к разным религиям, к разным политическим взглядам. Очень здесь лояльно, очень комфортно, и все чувствуют себя здесь наравно. Очень большой страх, а как же я перееду, это совершенно другая страна, другие законы. Да, они другие, но здесь все направлено на то, чтобы помочь вам как можно быстрее строиться, ассимилироваться и начать уже взаимодействовать и жить. Александр, давайте, если мы говорим о тех компаниях, которые по вашему опыту переезжают, все-таки переезжают те компании, которые ориентированы в своей работе на какие-то мировые рынки, российские, американские, неважно, или те, кто хочет что-то делать на внутреннем рынке Эмиратов? На самом деле очень разные, особенно в этом году в связи с различными событиями очень много переезжают сюда компаний, которые занимаются экспортом и импортом товаров, например, из Европы или Америки в Россию, и Эмираты являются неким перевалочным пунктом. Но если говорить об актуальных направлениях бизнеса, то здесь сейчас большой популярностью имеют все виды IT-услуг, разработка, маркетинговые исследования, консалтинг любого уровня. То есть есть такой стереотип, многие переживают и не открывают из-за этого здесь бизнес. Людям кажется, что здесь уже все так хорошо развито, что как же я смогу встроиться в эту среду? Но на самом деле нет. Здесь очень много есть ниш и возможностей для того, чтобы наквалифицированные наши ребята приехали и выстроили бизнес-систему с высоким уровнем сервиса. Практически в каждой индустрии есть пространство для входа. Например, косметология, медицинские услуги, сфера образования, тренинговая деятельность, консалтинг, маркетинг от А до Я, IT-разработка. Все эти ниши очень популярны. Также многие открывают рестораны, кафе, салоны красоты, агентства недвижимости. Очень много на самом деле есть ивент-агентств. Сразу об этом хочу уточнить. Вот вы говорите, салоны красоты или рестораны – это компании, то есть люди приезжают и свой новый проект они ориентируют, соответственно, на местных жителей или все-таки ориентируют на экспатов, которые русскоязычные? Смотрите, здесь местных жителей порядка 8-9%, а все остальное – это экспаты. То есть здесь зависит от стратегии развития компании. То есть здесь очень много есть европейцев, очень много есть русскоязычных, есть выходцы из стран Азии, Индии. То есть зависит от вашего маркетингового плана и стратегии развития. И здесь очень важно также четко выстроить понимание, на кого вы хотите ориентироваться. И в этом, кстати, мы тоже можем помочь, мы можем помочь провести маркетинговые исследования от А до Я, чтобы было понимание, какая должна быть ценовая политика у компании, на кого мы ориентируемся, портрет целевой аудитории. То есть здесь есть абсолютно все и все, все виды, можно описываться на разные виды дохода, на разные национальные особенности. То есть зависит именно от вашей компании, есть разные примеры. Есть русскоязычные ребята, которые открывают бизнес, ориентированные именно на выходцев из стран СНГ. Есть те, кто ориентируется на местный рынок, есть те, кто ориентируется на всех. То есть зависит от им политики конкретной компании. Хорошо, скажите, вот если мы говорим, все-таки одна из целей открытия компании, есть такое понятие, как переезд. То есть вот открытие компании, покупка недвижимости и переезд. Вот в чат уже вопрос тоже пошел. Как правильно решить вопрос с разрешением на пребывание? То есть нужно открывать бизнес или покупать недвижимость. Несколько слов об этом. Смотрите, есть несколько оснований, по которым вы можете пребывать легально в Эмиратах. Во-первых, это туристические визы. Во-вторых, это приобретение недвижимости. Если вы приобретаете недвижимость, вы имеете возможность получить резидентскую визу и на этом основании жить. И также оформить на эту визу свою, например, жену или своих детей. Если же вы не приобретаете недвижимость, вы можете открыть компанию, и на основании этого будет открыта резидентская виза вам как учредителю компании и вашим сотрудникам как сотрудникам компании. Рабочая виза будет открыта. Либо есть здесь такая форма ведения бизнеса, как фриланс визы. Это некий аналог статуса индивидуального предпринимателя у нас. Эта виза позволяет иметь квоту на два человека. То есть это может быть, например, муж или жена, или два партнера в бизнесе. И есть упрощенная схема. Если вы не планируете вести бизнес в Арабских Эмиратах, но хотите здесь проживать и пользоваться всеми благами резидентства, а это возможность снимать квартиру на год по более выгодной цене, приобретать автомобиль, отправлять детей в школы, в университеты, иметь ID-карту местную, которая во многих здесь учреждениях требуется. Если вы не хотите вести бизнес, но хотите пользоваться этими преимуществами, вы можете просто обратиться к нам, и мы поможем вам оформить аналог рабочей визы. Даже если по факту вы не будете здесь работать. То есть есть очень много вариантов, и хочу подчеркнуть, что в этом плане Эмираты очень лояльны. На какой бы визе вы изначально не находились, туристической, или же виза по прилету, или же виза жены, или же виза на основании того, чтобы вы проявили недвижимость. В любой момент вы можете поменять легко статус визы на другую, если есть необходимость. То есть здесь все очень просто, и государство наоборот стремится к тому, чтобы это было максимально комфортно, нежели усложнять правила оформления документов. Александр, вы знаете, у меня было много вопросов, но я понял, что гораздо важнее, наверное, отвечать на те вопросы, которые нам сейчас в короткое время успели наши зрители задать. Легко ли открыть счет в банке, и можно ли открыть счет нерезидентов? Очень актуальный, самый актуальный, самый горячий вопрос. Есть очень много мифов с этим связанным. Многие переживают, что сейчас гражданам СНГ и россиянам не открывают счета в Эмиратах, и поэтому вообще даже не рассматривают эту возможность переезда сюда. Но это не так. Все зависит от того, насколько грамотно вы подготовили пакет документов при подаче на открытие банковского счета, и мы помогаем это сделать. То есть что хочет видеть банк? Банку важно видеть происхождение ваших денежных средств. То есть вы можете предоставить для того, чтобы облегчить процесс выписки с ваших корпоративных счетов в вашей стране или личных счетов. Важно видеть, кто вы. Важно видеть, что вы также занимались каким-то другим бизнесом, возможно, в своей стране. То есть мы подготавливаем некое резюме заявителя и также прописываем некий бизнес-план о намерениях компании. Мы прописываем, чем компания планирует заниматься, с какими клиентами, поставщиками работать. И если банк видит прозрачность намерений, то тогда счет открыть проще. Есть определенные нюансы, то есть есть форма ведения бизнеса, которая называется бизнес в свободно-экономической зоне или во фризоне, или на основной земле, так называемой, то есть мейнленд. На основной земле, то есть не во фризоне, счета открыть намного проще. Но дабы не усложнять для наших зрителей все эти непонятные, неизвестные для них термины, мы всегда готовы совершенно на бесплатной основе проконсультировать, все рассказать от а до я, чтобы все вот эти вот сомнения снять и чтобы четко сформировать и понимание, картину, по какой схеме пойти, почему одна лучше, чем другая, как сделать так, чтобы счет открыли наверняка. Есть определенные нюансы, но если вы работаете с командой экспертов, юристов, то их можно обойти и совершенно комфортно открыть бизнес, открыть счет и уже заниматься бизнесом. Александра, понятно, что все равно частный вопрос, но как бы вы в общем ответили, все-таки правильнее, проще получить резидентство для семьи в Дубае через открытие компании или через недвижимость. И так, и так, скажем так, смотрите, просто и там, и в первом случае, и в другом случае сложности нет вообще. Поэтому хоть через недвижимость, хоть через найм, хоть через фриланс-визу, хоть через открытие компании, резидентство получается быстро, легко, без каких-либо проблем, никому не отказывают, если не было какого-то криминального международного кейса. То есть все просто и комфортно, и в том, и в другом случае. Вообще нет повода переживать. Скажите, вот опять же вопрос, например, человек хочет открыть массажный кабинет или вообще какие-то проблемы, связанные с косметологией. Вот что означает организовать легальную деятельность и нужно ли тебе каким-то образом подтверждать медицинское образование, чтобы этот вопрос в частности? Поняла. Смотрите, если речь идет о массажном салоне без применения специального медицинского оборудования, то есть ручные техники, массаж лица, массаж тела, антицеллюлитный массаж и так далее, тогда можно не подтверждать квалификацию персонала и не получать сертификацию на оборудование. Но если вы используете специальное медицинское оборудование, то здесь процедура будет немного посложнее. Я тоже реально, были у нас такие случаи, все успешно открыли, но здесь уже мы в частном порядке можем на консультации так говорить. Здесь уже нужно подтверждать квалификацию человека, который будет делать непосредственно вот этот массаж медицинский, да, и оборудование подтверждать, откуда оно привезено. Если недвижимость приобретается на супругу, есть ли возможность оформить визу для супруга и ребенка? Возможность есть. Окей. Если становишься резидентом, в этом случае образование для детей платное или бесплатное? К сожалению, в Арабских Эмиратах, если вы не являетесь владельцем эмиратского паспорта, а это 8-9% населения Арабских Эмиратов, то образование платное. Но есть большой плюс. Во-первых, здесь есть русские школы, а во-вторых, это школы, которые изначально обучают детей по американской или британской системе, и если дети учатся здесь в школе даже на платной основе, намного легче поступить в престижные вузы практически в любой стране мира. И это большой плюс. Можно дать детям действительно стартовую площадку и билет в будущее, переехав в Эмираты и отдав их вот в такие действительно классные школы, подготовив их изначально к выходу на международный уровень. Окей. Сколько стоит открыть фирму и какие налоги будут присутствовать, если фирма оказывает, например, услуги в области дистанционного образования по всему миру? Как вообще понять, о каких суммах идет речь? С чего надо? Хорошо, смотрите. Снова подчеркну большой плюс, почему именно Эмирата, потому что здесь нет налогов. И если тем более ваши услуги дистанционные, то вы платите 0% налога. И это большое преимущество по сравнению со всеми странами мира. А если говорить о цифрах и суммах, то коммерческое предложение формируется на основе нашей консультации, уже с потенциальным клиентом, потому что есть очень много факторов, влияющих на ценообразование. Влияет много чего. Будет ли офис? Какого он будет размера? Чем больше офис, чем выше стоимость лицензии. Сколько будет сотрудников? Потому что для каждого сотрудника нужно оформлять резидентскую визу. И много других разных факторов влияют на формирование цены. Если говорить «от», то открыть, скажем, если образно говорить, не зная какие-то детали, то от 7-8 тысяч долларов. Вопрос по сотрудникам. Какие-то есть требования, когда ты открываешь какой-то бизнес, по найму персонала местного? Есть ли какие-то требования? И если есть, то какого характера они? Нет обязательных требований. Вы не обязаны нанимать местных жителей. Следующий вопрос. Он уже такой, наверное, тоже общий. Понятно, что консультация ваша позволит ответить на многие вопросы. Но все равно еще до этого, для того, чтобы, если есть желание открывать какой-то бизнес, на какие вопросы человек должен сам себе ответить заранее? Что он должен подготовить? Какие документы у него должны быть, чтобы вообще имело смысл хотя бы об этом говорить? Во-первых, скажу, что звучит открытие компании в Арабских Эмиратах очень сложно. Но для того, чтобы запустить процесс, достаточно всего лишь желания и паспорта. То есть очень все просто. Но если говорить серьезно, то, конечно же, больше шансов преуспеть у компаний, которые делают какое-то маркетинговое исследование, которые анализируют сценаревую аудиторию, у которых есть стратегия выхода на местный рынок и какое-то понимание, с кем я буду работать, как я буду работать. И в этом плане, поскольку мы уже очень много лет находимся на рынке, мы всегда рады посоветовать что-то, войти в положение человека, который здесь, возможно, не был или был один-два раза и не понимает специфику местного рынка, возможно, подсказать что-то, какие-то дать рекомендации для того, чтобы у него уже начала формироваться картина. И можно даже какие-то знакомства поспособствовать каким-то полезным знакомствам. То есть все экспертизы, контакты, знаниями всем поделиться для того, чтобы вход на местный рынок был максимально мягким и комфортным. И скажите, пожалуйста, вот все-таки вы назвали уже некоторые бизнесы, которые интересны, да? А в обратную сторону, вот кому сложнее по вашей практике обустроиться в Эмиратах именно с точки зрения бизнеса? На самом деле, я скажу так, что здесь сейчас бум, здесь просто пик экономического развития. Я думаю, что ближайшие пять лет, в Ближний Восток, мы еще будут о нем говорить абсолютно все. И те, кто сейчас не открыл бизнес, откроют в любом случае, но позже. Поэтому здесь абсолютно любой бизнес, вот я здесь уже 10 лет живу, если это магазин женской одежды, онлайн-магазин, какой-то тренинговый центр, школа иностранных языков, ну, действительно, практически я не могу назвать, даже если я сейчас задумалась, пошла только в замешательство, какая сфера бы здесь не пошла. И мне трудно ответить на этот вопрос, потому что любая пошла бы хорошо. Вопрос, еще раз говорю, в том, чтобы иметь некое понимание рынка, то есть сформировать стратегию, иметь аналитику, иметь цифры, данные, понимание, как конкретно я планирую здесь развивать. А так, поскольку здесь люди проживают абсолютно всех стран мира, у людей достаточно высокий уровень дохода, то есть есть возможность тратить деньги на образование, развлечение, различные сервисы. Поэтому, конечно, это очень в этом плане комфортно. Ну что ж, весьма оптимистично. Александра, Александр Васильев, основатель группы компании Right Start Business Management. Я думаю, что, если какие-то вопросы вы еще в чате зададите, мы их обязательно, соответственно, Александре передадим и в рамках нашей статьи ответим. Но, в любом случае, спасибо вам огромное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому